У этих автомобилей нет медалей и орденов, но звание ветеран некоторые из них заслужили. Форт Виллис 1942 года выпуска. Реальный участник боевых действий времен Великой Отечественной войны. Это автомобиль, пришедший по Лан-Лизу, Виллис из США. То есть автомобиль фактически принимал участие с 1944 года. То есть автомобиль был восстановлен, закуплены были для него детали где-то во Франции, где-то в Америке, где-то в России. Восстановлен и, как видите, сейчас на ходу. В автопробег дорогами памяти в этот день отправились почти 100 человек. Из них 15 – ветераны войны, труда и локальных войн. Накануне Дня Победы в Великой Отечественной войне они вспомнили героев-приморцев, боровшихся за свободу своего народа. Более 200 тысяч приморцев были призваны и участвовали в боевых действиях. 230 из них были награждены правительственными и государственными наградами. В том числе 104 человека получили высокое звание Героя Советского Союза. 16 стали полными кавалерами орденов славы. Дорогами памяти участники автопробега проехали 42 километра. Первой остановкой стала подводная лодка С-56. У отца первый сын в начале войны, он был уже моряк. И где-то лежит на Черном море. Вот подводную лодку потопили в первые дни войны. Он тоже Смирнов Анатолий Георгиевич, и она в честь его. Участники акции указали на важность патриотического воспитания молодежи. Люди не должны забывать о подвиге, который совершили наши солдаты в годы Великой Отечественной войны. Татьяна Миншикова, Константин Селезнёв и Максим Малыгин. Панорама. Татьяна Миншикова, Константин Селезнёв.